Всем привет! В отличие от смартфонов, подборку которых мы недавно делали на канале, планшетов на рынке не то чтобы много. Однако, когда дело доходит до вопроса, какой выбрать, всё же глаза разбегаются. А потому сегодня рад представить вам подборку из 10 лучших планшетов, среди которых как флагманы, так и бюджетные модели, лучшие в своей ценовой категории. Так что не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, а мы начинаем! Приятного просмотра! Но, как вы знаете, из-за параллельного импорта цены на одинаковые товары очень сильно разнятся в разных магазинах. Поэтому для начала посмотрим, как выгоднее всего можно купить понравившийся планшет. Первый способ самый очевидный – это разные маркетплейсы. В России это Яндекс.Маркет, в Украине и Казахстане и каталоги Hotline, где вписываем название нужного планшета и можем отсортировать предложения по цене. Но здесь нужно быть внимательным и перед покупкой читать отзывы других покупателей. Второй способ ещё дешевле, но из-за этого и менее надёжный – это торговые площадки. В России это Авито или Юла, в Украине и Польше сайт OLX, где обычные люди выставляют на продажу свои товары как БУ, так и новые, привезённые за границы. Здесь также нужно смотреть на рейтинг продавца и, главное, никогда не отправлять деньги на карту напрямую, максимум через Авито доставку или аналоги. Ну и третий способ, как можно экономить – это попытаться получить нужный планшет дешевле всего на сайте Fivebox Store, где есть разные коробки, но мне хочется новенький Xiaomi Mi Pad 6, который можно найти в коробке с Xiaomi. Так вот здесь, если увеличить вероятность выпадения нужного товара, это гарантирует, что при выпадении премиальной вещи будет именно выбранный планшет, а не другой, что может произойти и не с первого раза. Поэтому я пополню счёт на 15 тысяч, плюс мне ещё и бонусов насыпали. Сделать это можно любым удобным способом, от карты мир и до криптовалюты. Ну а после пополнения, остаётся только увеличить вероятность и открыть коробку, так что предлагаю останавливаться только на самом интересном. И вот мне выпали Xiaomi наушники с ценой дороже, чем я за них заплатил. Но так как у меня есть другие, эти продам сайту и продолжим. И вот таки с 13-го открытия выпал планшет, его-то я уже себе закажу. Учитывайте, что доставка стоит 150 рублей. Притом доставляются товары по всему миру, и минимально за сколько приходили товары, это iPhone за 6 дней. А до этого ещё был Asus Top Gaming A17 за примерно 13 дней, колонка от Apple примерно за 10, и другая техника, включая ноутбуки, выпавшие подешевле, например Huawei MateBook D16. И вот включение из будущего, планшет я только что забрал на почте. Шёл он чуть дольше, чем iPhone, но всё работает. А потому ссылку на сайт, если хотите опробовать самостоятельно, оставлю в описании. Но каким способом пользоваться, решать только вам. Я лишь предлагаю варианты, и на этой ноте переходим в подборки. Десятое место Xiaomi Mi Pad 6 Ну и раз уж этот планшет выпал мне из коробок, то с него сегодня и начнём. Однако это не значит, что он хуже всех остальных, раз находится на последнем месте. Просто места в топе лишь для нумерации. Так вот, Xiaomi это всегда была компания Apple только от мира китайцев, а потому квадратный дизайн со скруглёнными гранями никого не удивит, в отличии от толщины. При том, что весит он чуть более полукилограмма, с полностью металлическим корпусом и 11-дюймовым экраном с существенными рамками. При том, технически тоже не то, чтобы он опережает оппонентов, так как комплектуется некогда флагманским Snapdragon 870 2021 года, но которого для обычной работы или даже игр в максимальных настройках более чем хватает. А всё за счёт достаточно неплохого охлаждения, позволяющего не троттить процессору даже при длительных нагрузках. Но при этом не имеет GPS, поддержки SIM-карты, даже G-SIM и является просто планшетом за вменяемые деньги с не самой большой автономностью в районе 6 часов. Девятое место. Huawei MateBook Pro. Ещё один китаец, но которому, в отличие от прошлого планшета, запретили использовать Google-сервисы из коробки. Их, конечно, можно накатить самостоятельно при помощи формов ОПДА, но сомневаюсь, что среднестатистический пользователь станет с этим заморачиваться. Особенно учитывая, что на борту он имеет тот же процессор, что и предыдущий вариант, хотя и с вариацией помощнее. Ну а также тонкий алюминиевый корпус и даже похожую оболочку андроида, подражающую iOS. Хотя стоит при этом заметно дороже. А всё за счёт, во-первых, OLED-экрана с частотой в 120 Гц, на котором что фильмы смотреть, что выиграть, играть одно удовольствие. Во-вторых, имеет более современные камеры, хотя в планшете, на мой взгляд, это не самое важное. Так как третье, куда важнее, это наличие полупрофессиональных программ для работы с документами и видео, делая его универсальным устройством, правда и с не самой лучшей автономностью. Восьмое место. Lenovo Tab P11. Этот производитель куда более широко известен по Windows-планшетам и ноутбукам, но иногда выпускает и неплохие Android-версии в среднебюджетной категории. А потому сравнивать мы его будем не с Huawei, а с Xiaomi, примерно за ту же стоимость. И что сразу бросается в глаза, это более толстый корпус, хотя и собран без зазоров и из качественных материалов. Зато, который имеет поддержку сим-карт и GPS, а также целый отдельный детский режим Google Kids Space с контентом для детей, что сразу указывает на скорее семейный уклон устройства, нежели на рабочий. Ну и от этого уже зависит производительность. Здесь установлен далеко не самый топовый Snapdragon 662, которого хватает для повседневных задач, однако тесты в играх указывают, что это ни разу не игровое устройство. Новинки на нём подлагивают, идут с низкими настройками, хотя какие-то культовые по типу асфальта запускать можно, но конечно он не для этого, а для просмотра ютуба, стриминга, серфа в интернете и повседневных задач. Так что по скидке, если нужен просто большой экран, брать можно. Седьмое место. Chuwi Ubook X Pro. Не самая известная китайская компания, но для меня крайне ностальгичная, так как они были одними из первых, кто начали выпускать планшеты на полноценной архитектуре X64, куда устанавливалась Windows 10, пускай работающая и не самым лучшим образом. Но с того момента вышло много моделей, Windows успела обновиться до 11-й версии, хотя Microsoft и обещала, что 10-ая Forever. И Chuwi решила вернуться в сегмент Windows планшетов, только в теперь гораздо большую диагональ, став негласным конкурентом такой именитой фирмы как Microsoft, о которой мы ещё поговорим, но за гораздо меньшие деньги. Притом качество сборки этой компании проверено годами, сюда можно подключать ту же клавиатуру с мышкой и работать как на ноутбуке, докупить стилус и использовать как планшет по назначению, а при желании даже можно поиграть в старые, но требовательные игры, так как внутри установлен двухъядерный i7-процессор со сверхнизким энергопотреблением, но для работы в стационарных приложениях его более чем хватает. Шестое место Apple iPad Air 5. Эта компания всегда умела выделяться на поприще портативных устройств, будь то смартфоны, ноутбуки и, конечно, планшеты. Особенно с выходом собственного процессора M-серии, и данный iPad стал первым в линейке Air, которому установили такой кристалл, что делает его оптимальным выбором для большинства пользователей, где сочетается и доступная цена среднего звена, отличное качество как у всей продукции компании и большие возможности не только для отдыха, но и для работы. Внешне устройство крайне похоже на Xiaomi Mi Pad, точнее как раз таки Mi Pad похож на iPad. Планшет, дисплей, конечно же, здесь ретина, после которого остальные покажутся блеклыми, но и производительности, как уже сказал, здесь хватает просто для всего, в том числе и для режима многозадачности, который ранее был недоступен. И это реально удобно, когда, например, пишешь текст и нужно свериться с источником в интернете, или проводишь конференции, а для монтажа и фотошопа даже можно докупить стилус для удобства. В общем, один из лучших планшетов, это точно, но и стоит соответственно. Пятое место Google Pixel Tablet. Ещё один гигант из Кремниевой долины, который пытался протиснуться в массовый сегмент со своими устройствами, но по итогу уступил, став просто дорогим дополнением к умному дому. В Америке его, кстати, так и покупают, даже отдельная подставка идёт в комплекте, так как цена за него в 500 или 600 долларов на фоне конкурентов кажется абсолютно неоправданной. Особенно учитывая всего лишь IPS-матрицу на 13 дюймов, не лучшее качество сборки, когда, если потрясти устройство, можно услышать, как дребезжат кнопки, и в целом не самым современным дизайном с закруглёнными формами. Однако попал он в эту подборку не как отдельный планшет, а как именно часть умного дома, который у Google сейчас один из лучших, особенно с голосовым помощником. И, возможно, не так далеко-то будущее, когда подобное станет обыденностью, и в прихожей нас будут встречать не Джарвис, а вот такой планшет, который также поддерживает устройство от Nest, позволяя быстро ими управлять и многое другое. И если предыдущие планшеты служили не более чем дополнением к ПК или просто были отдельными устройствами под свои задачи, но никак не конкурентами стационарных платформ, то вот этот планшет от самой Microsoft решил исправить эту ситуацию. Его наделили полноценным процессором Intel 12-го поколения с потреблением в 15 Вт, что сравнимо по ощущениям со среднестатистическим ноутбуком. Но из-за форм-фактора есть и свои минусы, такие как небольшое пространство для охлаждения такого камня. Но плюсы, как по мне, перекрывают все минусы, ведь работает планшет под управлением обычной Windows, позволяя запускать десктопные программы, полноценные игры, хоть и не самые свежие, но поиграть в тот же Stalker или Первый метро здесь можно. Технически это уже, конечно, другая лига, по сути ноутбуки с отсоединяемой клавиатурой, которые выпускает и Lenovo, Asus и другие. Так что, если хотите подборку чисто Windows-планшетов, напишите об этом в комментариях. Ну а у Microsoft Surface Pro ещё и сзади есть подножка, чтобы поставить планшет на стол. 13 место Amazon FireMax 11 Никогда ранее до этой подборки про планшеты от Amazon я не слышал, разве только пользовался читалками, так как электронные книги у них одни из лучших. А потому была надежда, что и над планшетом они постараются не меньше, и отчасти так оно и получилось. Планшет укомплектован разными интересными фишками, такими как, например, отслеживание положения глаз, чтобы упростить использование для людей с ограниченными возможностями. Ну а отчасти он повторил судьбу Google Pixel Tablet, став просто дополнением к умному дому от Amazon. В любом случае, все эти фишки более актуальны для Америки, поэтому базово здесь даже нет Google Play, вместо него внутренний магазин Amazon. Хотя Google сервисы при желании установить не проблема, и в таком случае его можно использовать даже у нас. За счёт достаточно неплохого экрана, который не хватает звёзд с неба, но зато беспокоится о вашем зрении. Корпус качественный, тонкий, и всё работает весьма шустро. Если учесть официальную цену в Америке, если вам нужен просто хороший планшет, брать можно. Но вот у нас со всеми наценками есть варианты попривлекательнее. Второе место Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Безальтернативный, по сути, вариант универсального устройства для всех, от банального просмотра фильмов с сериалами, до более профессиональной работы с монтажом, звуком, даже 3D-моделями и, конечно, рисованием за счёт качественной матрицы с большой диагональю. Но из-за этого и не маленькой ценой, которая в среднем колеблется около 1000 долларов за базовую модель. Если что, за такие деньги можно купить вполне себе неплохой ПК или даже игровой ноутбук, но они, конечно, будут не такие портативные. Здесь же мы получаем все последние флагманские технологии компании в одном устройстве за максимальный прайс, с небольшим весом, копеечной толщиной и функционалом для любой профессиональной деятельности, особенно беря во внимание комплектный S-Pen, то есть стилус, с помощью которого можно очертить графики, работать с окнами в операционке и многое другое. Так что устройство, конечно, не для всех, но вот если знать, где его применить, альтернатив не так уж и много. Ведь в чём-то это даже ещё и имиджевая модель, такая же, как и самый большой iPad, для тех, кто не склон в средствах. Ну и на первом месте располагается Apple iPad Pro. Ну и раз уж вспомнили об этой компании, то и закончим их самым дорогим и мощным детищем, которые, как и Galaxy Tab S8 Ultra в основном берут под работу, для тех, кто знает и понимает, что ему данный планшет необходим. Всем же остальным для простого использования хватит и обычного iPad Air 5, о котором рассказывал ранее. При том, что внешние модели не особо что бы и отличаются. Всё такой же строгий дизайн, квадратные формы со скруглениями по краям и заметные рамки вокруг невероятно сочного и качественного LCD-экрана с 2К-разрешением, который превращается в полноценный ноутбук при подключении чехла с клавиатурой. Что неудивительно, ведь используется здесь M.2-процессор из MacBook Pro, поэтому производительность здесь более чем высокая. Собственно, такая же, как и его цена. А учитывая не особо большую разницу с M.1, возможно, есть смысл присмотреться к более старой версии, но подешевле. Главное, что это действительно один из лучших планшетов для работы, от которого не устаёшь. Заряд он держит долго, порядка целого дня, но и при желании запускает даже игры, включая Resident Evil Village. Так что, если цена кусается, этот планшет, как и многие другие, можно попытаться получить дешевле всего на сайте Fivebox Store, ссылка на который в описании. Ну а на сегодня это всё. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал и до встречи в новых роликах. Пока!